всем доброе утро едем на акватлон в будву вон наши друзья из триатлон клуба герцог нови стоят уже на мотоцикле кто-то едет сейчас на пароме до тивата и там до будвы немного ваш ваш друг денис который уже присутствовал роликах сегодня тоже на акватлоне чё поплывешь быстро улетев очку купил своим байкран это ушла блин классная кепочка очень хорошая молодец сегодня давай сбегал на на последнем триатлоне ты отлично вообще на плавницы бег вообще супер давай сегодня нужен на максимум бег прямо на плавание но она у тебя просто так не на уровне выскочит но объекты можешь выжить оплава не знаю ну что немножко по рефлексируем почему потому что для меня конечно акватлон это способ объект на максимум пробежать хотя это для меня сейчас не основном цели бегу в целом нормально меня как бы не очень-то беспокоит меня больше беспокоит плавание над которым работаю и которое нужно полностью скажем так переделывать в чем не помогает тренер сашево рюфин да про которую упоминал ранее в предыдущих роликах и сейчас вот сегодня акватлон будет таким своеобразным тестом тестом как улучшилось мое плавание тем более сегодня плывем без гидрокостюмов интересно как будет ощущение воды я гидрокостюм давно специально не надевал плавал все без гидрика сейчас уже тепло вряд ли где-то я в гидрике больше времени вообще плаваю вода теплая старты но хотя в горах которые старты будут они скорее всего гидрокостюмы да вот конкуренция сегодня серьезная лука вот например видели да его на видео он будет и не знаю у меня может быть есть шанс его догнать только при условии если там ну короче я не знаю скорее всего даже наверное нет скорее нет чем да потому что я плыву слишком медленно слишком большой отрыв и я там на пять километров ну сколько я сколько мне нужно насколько быстрее мне нужно пробежать чем он чтобы как бы догнать его ну представляете пропасть я на самом деле прикидывал да то есть всегда перед стартом я таким занимаюсь прикидываю примерно и понимаю как могу разложить силы если смысл бороться и что мне необходимо в общем то если он поплывет по минуты 30 я допустим по минуты 50 сплавы до представляете 20 на 10 короче 3 180 секунд это 3 минуты 20 секунд он выйдет раньше чем я точно да есть там 3 30 вообще среднем наверное и получается что 3 минут 20 секунд представляете на пятерки 3 минут 20 секунд так это играть да это это мне нужно бежать тоже на нас ну это не то не то чтобы тоже это мне нужно бежать вот он допустим по 350 бежит мне нужно бежать по 310 что нет ну на 5 допустим по 35 по 320 допустим сбегаю да это разница в 30 секунд 30 секунд умножить на 5 это 150 то есть а мне нужно 200 до 50 секунд не хватает никак хорошо по 320 320 то это это классно если пятерку по 320 бахнуть это хороший это это круто по три пятнадцать ну откровенно после плавания не знаю если только я короче не понимаю к сегодня выиграть скорее всего нет вот ну ладно чё будем пробовать моя задача простая сплавать хорошо вот что интересно то есть плавать показать хорошее время какой-то прогресс чекнуть да этим старты летние хороши вообще почему я рекомендую стартовать почаще тем более гоночки короткие вот такие вот типа акватлона тысяча метров плюс пять километров спокойно можно стартовать если конечно есть уверенность что вы можете держаться на воде плыть там бежать 5 километров конечно просто для меня это сейчас поскольку основной меня объемы и скажем так подготовку у меня вся основная скорее идет к половинке да то конечно гораздо интереснее то есть мне стартовать на длинный хотя бы на олимпике вот потому что я тогда буду успевать догонять тех как его стал на плавание хотя бы за счет своего велосипеда и бега то есть но это вот такого кому с чем больше не то чтобы хотел сказать повезло да кто как кто как работает на что наработал той заработал но все равно есть мне кажется в этом какой-то фактор предрасположенности как ни крути да предрасположенность определенная есть. Вот у меня предрасположенность определенная к бегу есть, к плаванию меньше предрасположенность. Но мы будем работать, я думаю, за счет дисциплины можно будет многое нагнать. Впереди у нас гранд-фонда на следующей неделе, уже 16 июня в Новесаде, надеюсь, попаду туда. Потом в июле-августе будут две Олимпийские интересные, а осенью не знаю, если честно, что еще. Хотелось бы половинку где-нибудь сделать в Хорватии или в Белграде, или еще где-нибудь лучше, не знаю. Марафон хотел бы зимой сбегать. Ну вот это тогда такие планы пока. В общем, сегодня у нас акватлон. Обратите внимание, непривычная для Черногории штука, это тополин и пух, а это тополи. Обычно тут такого я не видел. Пляж Яс, вашего внимания, он находится там, на самом деле. Сейчас мы регистрацию пройдем и покажем вам, что тут дальше есть. Ну, классное место в целом. Прямо даже чек какой-то есть. Финишная арка. В красивом месте волна находится. Открываем как будто бы пакет с паролем. Лепа. Наклейка. А, у меня просто цифра 2, поэтому не. Что ты думаешь, он на этом нужен? Номерок. Номерок 002. Номерок 002 и релок. В прошлом году будет старт. А сейчас, смотрите, инструкция на чеке распечатана. Круто. Соперейт. Соперейт. Сейчас, Денис, будешь облизывать ногу и плечо. Наклеиваем. Слова, да? Да. Нет. Его не нужно надевать стоя. Ты его хватаешь и бежишь с ним, через верх надеваешь. Понял? Ага, понятно. То есть, чтобы лишнее время все вообще. Я даже без носков побегу. Хоть у меня и мозоли на ногах. Ну, я вот тоже думал, у нас как бежать или без? Ты должен был до этого пробовать. Смотрите, все и такое. Детский акватлон. Дети все финишировали. Денис, машина. Ё-моё. Я все смазал. Так, ну все. Кроссовки смазал вазелином. Вот видите, вот здесь вот старые надел, чтобы не натерли. Кемешок. Там мешки все. Вон буйки вдалеке видно. Вон там вдалеке, видите. Попробую немного прокомментировать водный этап. Смотрите, какой открывается прекрасный вид скрытого моря на пляж Яс, который находится совсем рядом с Будлой. Вот небольшая тополиная роща, да, тополиные посадки. Такая яркая, черная, яркая, видная точка старта, к которой потом удобно было возвращаться. Не было проблем, чтобы сайтироваться. За минут пять-десять был брифинг, на котором рассказывалось на двух языках. Как плыть, куда плыть. Температура воды была 22 градуса. Никаких сложностей плавания вообще не вставлял. Условия были идеальные. Встал я примерно во второй, третий ряд. Вот слева внизу где-то меня можно увидеть. Не идеальное место, но и не самое плохое, вам скажу. Вот вы видите, я, как раньше, не вставал сзади, не ждал пока все от плывут. Я стартовал вместе со всеми. Немножко потолкались, но потом уже выходит. Это плывут лидеры. Два по два. Один эстафетчик. Видно, как хорошо, спокойно, расслабленно. Ребята поглотнят то, что те, как я. Вот. Конечно, море чистое. Видно дно. Никаких проблем с ориентированием. Бои тоже просматривались. Волн вообще нет. Реально по условиям. Претензий ноль абсолютно. Несмотря на то, что на других гонках, в целом, то условия бывали и другими. Сначала немножко была, наверное, борьба метров. 200-300. Ну, как борьба, небольшая борьба. На самом деле, народу человек 60-70 немного. Здесь я уже выбежал. Сразу, когда вышел из воды, начал добавлять. Быстро обул кроссовки без носков. Надел номерок, как вы видите. Сразу уже. И видно, как я бегу. Очень сильно тороплюсь. Плохо, что не надел датчик. Поэтому не мог понимать, сколько у меня осталось еще в запасе. Мне кажется, я мог бежать лучше. Это все не отмазки. Это, наверное, себе лишний опыт. Чтобы понимать, что нужно укладываться еще лучше. Мне кажется, я смог по 3-20 пробежать. Было два таких круга вокруг этой лесопосадки. И, соответственно, потом на третий уже непосредственно на финиш. Что, собственно, я уже и сделал. Так а где устал вообще? Вчера пил. Часы показали. Минус 12. До сих пор кондишен. Ну что, коллеги. Никаких отмазок. На что готов, на то и готов. Плохо пропыл очень. Не знаю, что с плаванием. Ожидаешь лучшего, а выходит как-то хуже. Ну, что-нибудь говорить. По две минутки пропыл где-то. И по 3-23-3-25 пробежал. Четвертое место в Абсолюте. В группе вроде треть еще. Проверь. Вот здесь я финишировал. Бежал. Что есть мочи. Там арбуз берет. Я хочу взять новый. Молдай. 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 Молдай, молдай. 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 Что, поснимал вообще все? Нет. Кстати, один чел. Нож в ребро, перо в бок и шутки закончатся. Один чел был только шепот. Один чел? Да. Ну сдай его. А потом знаешь чел, а потом четыре круга пробежал. Один чел? Да. Это резать не умеешь что ли? Ну давай на умник. И так, были арбузы и привезли пиццу. Какой вкус? Маргарита. Вегетарианна. Вегетарианна, маргарита. И можно брать одну? Сколько вы хотите просто. Вы по-русски говорите? Да, я говорю по-русски. Супер. Ну что ты будешь видео снимать потом еще? Нет. Нет? Вот оператор мой вообще это. Ничего не снял. Ну снимай. Ты кто вообще? Я спрашиваю у нее, что не сняла? Какой ТЗ ей поставила, но так тебя и снимаю. Я подхожу, говорю, что не снимай меня. Она мне говорит, ты где был? Тебя не было. Тебя не было. Тебя не было. Короче, по ходу я второй. Потому что пацанов не сквалифицировали за пенальти боксы. Ой, ну и за пенальти боксы и за этап. За то, что очки в ней коробки разместили. А прошел годишний рекордер, который поправил свой персонал бест за 36 минут и 38 секунды. Посадят златные недали. Лука Купиц из триатур клуба Керчегнов. Ну что, вот и финиш. Еду домой кормить ребенка. Ну что, в целом плаванием, конечно, опять получилось не так. Какие-то ожидания у меня. К тренеру ноль вопросов. У меня какие-то ожидания внутри есть, которые не оправдываются. Из-за этого расстраиваешься. Придумываешь себе оправдания какие-то. Что вот, наверное, поэтому плохо. Вот он там на трясию что-то задевал. Ну просто пока готов на это. Нужно просто больше плавать. Нужно набраться терпения. Плавание это, видишь, это как... Это демонстрация жизни. Когда ты просто к чему-то... Ну просто должно что-то по-определенному, видимо, пройти. Консистенция такая. Пока что вот на что готов, то я получился. То есть в итоге я оказался вторым. Потому что с четвертого места на второе. Потому что двоих дисквалифицировали за то, что они нарушили правила в транзитке. За пределами коробки оказались у них очки и шапочки. Но при этом они в пенальти бокс не отстояли. То есть не заметили, но не остановились в пенальти боксе из-за дисквалификации за это. Все по правилам World Triathlon. Так и решил главный судья. Как бы второе место в абсолюте неплохо, конечно. Но за счет такого... Как говорится, слабая была. Мало кто приехал. Поэтому так. Пробежал по 3.23. В целом пойдет проплыл по 2.03 примерно. По часам четко. Тысяча метров получилось у меня. Прям вообще просто нет. Небольшая суета что-то с боями была. Что типа вот сначала плыть к желтому или к нет. Что-то я как-то не услышал. Я может не так услышал. То ли мне сказал, то ли не так. Я еще кого-то там дезинформировал. Прошу прощения, ребят. Сам в последний момент узнал, что плывем к другому бою. Но в самом деле это не проблема. Мы там разобрались. Радуют мои ученики. Володя меня обогнал. Но он отработал хорошо. Но видите, разложился плохо. На плаву не можно было бы как не в себя грести. Выплыть чуть-чуть быстрее. Но сил бы потом на бег не осталось. Тоже вот это вот такой спорт. Нужно раскладываться грамотно. Поэтому пробежал по 3.23 пойдет. Можно было быстрее, наверное. Нормально, кстати, без носков. Транзитка третья у меня очень неплохо. Бег первый. Плавание 13 по-моему. Ну, в целом не так плохо. Но первые, конечно, молодцы. Проплыли по минуту 25-30 минут. То есть очень круто. Надо плавать, 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 плавать. В целом на Олимпике мне, конечно, проще будет. Ну, то есть акватлон, наверное, не совсем моя дистанция. Потому что просто мои слабые способности на плавание нивелируют все остальное. Хороший велосипед и бег. Ну и здесь, да, одного сильного бега недостаточно. Я не могу добрать. Объективно до 4-го места добрал только и то при конкуренции. В этом. Короче, результаты прикреплю. Несмотря на это, ребятам своим рекомендую уже говорил, что круто участвовать в таких стартах небольших. Потому что они позволяют набрать опыт. Разобраться, как разложиться, как плыть. Ну и ощущения, конечно, после плавания совершенно другие у меня теперь. То есть я чувствую легче себя. То есть я вообще из воды свежей вышел. То есть это ощущение крутое. Ну и плыл. Я, допустим, один грибок делаю. А вижу справа там, ребята, два-три грибка. Суета вот эта. Не должно быть суеты. Встал вперед, на самом деле, неплохо. Позиция неплохая была, скажем так. Но что-то сначала отпустил. Может быть, если бы удержался и по интенсивнее поработал. Еще датчик не надевал. Поэтому пусть нельзя посмотреть на плавание. Там показывает еще ересь какую-то. Поэтому как-то так. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал. Приходите заниматься триатлоном, бегом. Всем спорт. Спасибо за внимание.